Слава Украине! Привет всем от Полонского! Есть такое выражение, после драки кулаками не машут, но еще есть понятие такое, что не надо объявлять себя победителем до того, как что-либо состоялось. То есть надо все-таки подождать результатов, а не праздновать, не стоит праздновать победу до того, как ты ее получишь. Это я сейчас о Марин Липен. Дело в том, что они, имеется ввиду ее блок, национальное объединение, слишком рано начали праздновать победу, то есть после первого тура выборов, который по сути во Франции ничего не решает. Решает всегда второй тур мажоритарка. И, собственно говоря, вдохновившись успехами своей партии в первом туре, они заявили, что они и правительство сформируют, и у них будет абсолютное большинство в парламенте. И, напомню, во Франции парламент 577 мест, значит, 289 депутатов надо получить с тем, чтобы единолично сформировать правительство, а без никого иметь полное, как говорится, большинство. И получилось, что Марин Липен и накаркала, и, можно сказать, профукала собственную победу. Объясняю ситуацию, что с ней произошло. Значит, когда увидели, что левые и центристы увидели, что крайне правые реально могут взять большинство, они что сделали? Они сняли с двух сторон более 200 кандидатов своих, с тем, чтобы не мешать кандидату от, соответственно, левых или кандидату от макронистов, от сторонников Макрона, у которого больше шансов. С тем, чтобы люди, которым, скажем так, избиратели, для которых абсолютно неприемлемо Марин Липен, могли проголосовать не за двух кандидатов разных, которые проиграют заведомо крайне правому, а за одного. И это, знаете ли, сработало. Сработало в полном объеме. Пока Липенша праздновала победу, политтехнологии сделали свое дело. И так результаты выборов во Франции. Там мажоритарка, и вот все закончено. Итак, первое место абсолютно, то есть все перерывнулось с ног на голову у абсолютно левого Нового Народного Фронта, который получил 182 мандата. Вот так вот. Ты видишь? На втором месте партия Макрона, ну, блок, там, центристская, назовем это так, центристская коалиция. Вместе за республику 168 мест. И так, 182 у левых, 168 у Макрона, его людей. И вот праздновавшая победу все эти дни Марин Лепен, 143 места на третьем месте. Вот так вот, называется, перовали, веселились, посчитали, прослезились. Понимаете, что произошло. Вот, то есть они проиграли. И теперь начинается очень интересный момент. Начинаются торги за правительство. Я сейчас в Ангу, ну, опять-таки, смотрите, Марин Лепен заявила, что мы с Макроном в коалицию не идем. Ну, нас интересуют данные ситуации внутренние французские дела просто постольку поскольку. Нас интересует во Франции, как и в Штатах, например, как в других странах только одно. Уровень помощи Украине. Военной помощи, прежде всего, экономической также, да. То есть меня во всех французских, не французских, других кандидатах интересует исключительно вот этот вопрос. По поводу Лепенши. Значит, в принципе, она заявила, что Путин напал, что они за Украину. Но, как говорится, ложка дегтя все равно там была, да. Она заявила, что французским оружием стрелять по территории России она тут же запретит. Поэтому ее премьерство, или, ну, скажем так, премьерство ее соратника, скорее, да, Борделлы, которому только 28 или 29 лет. Я вообще не понял, что за дарование такое молодое. И чем ему, как говорится, потому что горлопанить это одно, а рулить большой страной это совсем другое. В таком пеленочном возрасте вряд ли. Но, тем не менее, она уже видела Борделлу вот этого вот премьером. Вот, поэтому, как бы это для нас все отразилось, ну, могло бы отразиться хреново. Но, если посмотреть сегодняшний результат, то, опять-таки, вот этот новый народный фронт, там, это тоже 4 партии. Чтобы вы понимали, у каждой из которых своя программа. И вот Меланшон, лидер одной из них, он тоже относится к Украине, скажем так, ну, не лучше, чем та же самая Липенша. То есть, тоже есть свои нюансы. Но, ни у одной из партий сейчас, да. Так вот, национальное объединение Марин Липен заявило, что они на коалицию с этим самым, скажите мне, с Макроном не идут, с его людьми. Левая заявила, что они на коалицию с Макроном не идут. Они будут, мол, формировать правительство, зашибись, хотя у них близко нету большинства. Ну, вот, собственно, и все. Получается, такая система ни войны, ни мира, то есть, несмотря на то, что вроде Левая с Макроном друг к другу уступали места с тем, чтобы погасить правых во время выборов, то после выборов, ну, каждый в свою сторону. Сейчас начнется большой торг. Если договорятся Левая с Макронистами, ну, тогда, окей, у них будет правительство. Приблизительно такое же, как есть сейчас. То есть, вряд ли что-то, для нас, сразу скажу, вряд ли что-то изменится. Поэтому хотелки Меланшона останутся хотелками Меланшона. Вот. А в плане отношений с Украиной вообще ничего не поменяется, как было, так есть. Ну, в Гранции там будут кое-какие перемены. Их внутренние, я их не хочу трогать. Вот. А что же касается Марин Лепен и Борделлы, и их национального объединения, я не думаю, что у них будут какие-то договорняки с Макроном. Вряд ли у них сильно разные позиции, сильно отличаются. Хотя, знаете, в мире политиканов все что угодно может быть. Вот. Но пока что это видится следующим образом. Пока что будет продолжать рулить то же самое правительство, которое есть. И вот если в течение года... А все что угодно может быть? Они могут не договориться, коалиция вот та же левая может развалиться и так далее. Вот. Если в течение года не найдется, не будет создана коалиция из 289 депутатов, то Макрон имеет право объявить еще раз выборы, распустить, как говорится, национальное собрание, отправить их домой, еще раз объявить выборы, и будут еще одни выборы. Вот, собственно говоря, как может это все дело выглядеть. Но как это будет на самом деле, не знает даже Господь Бог, потому что сейчас у них там начинаются терки между собой, которые могут продлиться практически бесконечно. Бесконечно.